Музыка Самое главное, ради чего я это говорю, я говорю, что вы должны с величайшей ответственностью относиться к деревьям. Забудьте летнюю обрезку. Забудьте осеннюю обрезку. Глупость, дикость. У меня неделю на моей гостевой книге мне хороший увлеченный товарищ прислал ролик. А там, значит, очень солидная организация. Там страшное. Показывать его боюсь. Я мог бы в этом фильме этот ролик воспроизвести. А вдруг вы поверите не мне, а им? Страшнейшее заблуждение. Там режется, режется, режется. Там прямо сотни, сотни обрезок искусственной формы. На мой взгляд, они должны оскорблять чувства любого человека, которому претит не уничтожение, а страшнейшая обрезка. Она губительна для всей России. Вот никто не заметил неделю. Стыдно было. Вроде как... Ну, потом все-таки уничтожил. Прокомментировал, уничтожил этот ролик. Почему? Потому что это юг Украины. Пожалуйста, не путайте нашу Россию. Вот все, что в этом фильме написано. Вот верните одну единственную среднероссийскую зиму. И все это будет мертво. Уже хотя бы что-то бы еще выжило на севере. Не обязательно должны умереть даже деревья, которые растут на юге Украины. Но искалеченные, это уж 100%. Вот. И вот то, что я вам показал, эти самые... Так, здесь их нету, таких... Нет, здесь все сделано правильно и вовремя. Они не проснулись. Но то, что вы видели, то, что проснулись в это время, поздней-поздней осенью. В принципе, их тепла-то особого не было. Ну, вернулись там 5-10 градусов, вернулась температура. Вот. И они успели взойти. Вы понимаете? В большинстве случаев, еще раз говорю, это уже третий-четвертый. Кто-то скажет, надоел, кто-то впервые услышит. Понимаете? Когда вот здесь, вот так вот осенью, вот яблоня, да? Когда вот здесь вот сделать обрезку, как многие считают, что это обязательно надо сделать. Вот. Это общепринятый прием. На мой взгляд, дебильный, страшный, опасный. Стоит тут обрезать. Вот тут вот начинается... Многие не заметили, почему. Она и не обязательно проснется. Она набухнет и потеряет морозовость. Вот тут вот отрежьте вот так вот. И почки ниже начинают набухать прямо осенью. Вот. У дерева есть такое свойство, важнейшее свойство. Восстанавливать крону. Вот то, что люди борются с загущением, уничтожают или делают обрезку на кольцо, или сильно укорачивают. Тут же, на голом месте, тут же буквально появляются новые побеги. И затягивают рану, и они обязаны ее затянуть. И ее снова режут, режут, режут. Вот. Никто не понял смысл и цель вот этой вот кроны. Никто. Эти кроны... Сейчас покажу, где еще... Опять раз. Надоел, извините. Сейчас вернусь туда, где деревья еще не сбросили листву. Минуточку. Вот. Вот дерево, да? Вот оно. Это дерево. Листовой аппарат предназначен не только быть сольшей батареей. Его второе важнейшее предназначение – сохранить абсолютно сухой штамп. Для этого все, что падает с неба, вся влага, с листика на листика, форма листьев специальная для того, чтобы крона распределяла потоки, отправляя их на периметры, где эти самые, где находятся кончики корешков всасывающие. Вот. И не давая, специально не давая им, не давая им мочить штамп, штамп обдорвать максимальную схему, от этого зависит долголетняя неделя. Этого не знает ни один человек на планете. Кроме меня и вас теперь. Никто никогда не понял, что стоит только отрезать ветку – ах, она растет внутрь. Режь. Вот. И это место затянется. А оно когда затянется, опять ветки растут внутрь, опять резать колечо деревьев, придавая ему уже эту самую разряженную крону. Нельзя, нельзя, нельзя. Как докричаться? Почему Академия наук? Ни хрена. А то, что они не знают, это сто процентов. Ну, узнав-то, надо же меры принимать-то. Надо же смотреть, как миллионы деревьев уничтожают, миллионы датчиков, 23 миллиона датчиков плюс добочатцы уничтожают свои деревья. Никаких отрезаний веток, которые растут внутрь, вниз. Никаких. Никаких прорежений кроны. Максимально сухой штамп. Если яблони еще где-то выдерживают, но они все равно не выдерживают столько, сколько бы надо, то абрикосы – это уже целые регионы без единого абрикоса. Вы знаете, что написал уважаемый мной ученый, можно сказать, один из выдающихся, если не сказать, один из последних настоящих ученых, Сычев написал в представительном хозяйстве 2004 год. Кажется, статья называлась «Абрикосовая парадоксия». Не помню уже. Выше широты Воронежа, Курска, абрикосы можно пересчитать по пальцам. Это для чего довели страну. У нас регион вот этот, вон они, климат гораздо жестче. Мне говорят, микроклимат. В этом микроклимате зима начинается на месяц раньше, чем в том же самом этом, как мы говорим, в Северной Воронежа, Курска что у нас? Москва, Питер, Горославль, Кострома, Тверь. Все это севернее. Вся Сибирь, весь Урал, весь все Приморье, все это севернее. У нас абрикосы растут и не собираются помирать. Почему? Да потому что они растут у меня и у тех, кто не подходит к ним, и мне когда. Или они неграмотные. Вот эти неграмотных абрикосы растут. Стоит только прочитать, что осенняя обрезка. И ведь написано «правильная». Это еще оказывается, надо правильно уничтожить дерево. Извините, наболело. Опять я к этому вернулся. Не могу иначе. Вот, еще раз возвращаюсь. Понимаете, это мне Сергей говорит, сын Сергея Валерьевича, который этот питомник-то и вырастил. Ой, 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 что случилось-то? Ой, проснулись листики, рано мы посадили. Сильно мы обрезали. Да попробуй угадать с погодой. Да, моя промашка. Надо было сказать ему, подожди еще недельку. Или делай эти же самые обрезку, но не такую. Ну, хотя бы еще чуть выше на карандаш. Еще раз говорю. Вот это вот обвинение. Где оно делается? Вот оно. Это обвинение. Понимаете? Вот. Обвинение в адрес дебильных. Дебильнейших. Тут уж есть и советы, которые там режут. Я не могу назвать дебильным этот ролик, потому что это юг Украины. И там на деревне издеваются, а они еще умудряются после этого плодоносить. Но у нас этот номер не проходит. Вот что происходит. А чаще всего происходит... Вот еще, пожалуйста, еще один показываю. Видите? Вот он проснулся. Нет, не все. Вот спят. Но, Тимош, я очень важный разговор сейчас закончу. Вот. Видите, что делается? Вот еще один. Спят, 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 спят. Найти бы еще. Повезло Сереге, что вот начал просыпаться. Вот эти вот почечки. Вот они-то чаще всего просто, когда делают сосенний обрезок. У нас в Сибири, пусть осенние, летние обрезки, они не просыпаются. Бывают просыпаются. Но чаще всего они набухают и теряют морозостойкость. Теряют. Как получилось, что этого не знает никто? Как получилось, что Академия или не знает, или молчит? Или занимается какой-нибудь ерундой. Вроде 2001-й сорт смородины или 101-й сорт там, это самое, крыжовника. Понимаю, а это, цветочками здорово занимается. Понимаю, одобряю. Но когда у нас абрикосы-то будут? Тогда, когда полностью перейдут на технологию новую. Вот, проповедников у меня мало. Бродский, латинков, железов. Вот. Все, что ли? Да, получается все. К сожалению. Вот. И не будет никогда садов у нас. Не будет. Пока не возьмет себя в руки эта самая Академия наук. Не будет. Понимаете? Эти дети вот такие вот. Этот хоть объедается абрикосами. Он уже смотреть на них, правда, не может. Вот. Но у вас это дети-то должны иметь это все в садах. У нас зима начинается на месяц раньше. У нас зима заканчивается на месяц позже. Мы в мае садим эту самую. На Украине два урожая картошки. В марте садят. Мы садим в мае. Понимаете? Разве можно переносить эту технологию? Она давно тупо перенесена с юга. И никто этого не заметил, когда она стала вредно, опасно. Вот. Я перед этим в каком-то фильме, жалко, еще мне надо показать, что даже дикоросы умирают, посаженные искусственным путем на городских улицах. Посаженные в ямки. Не только эти самые. Да, в принципе, уже рассказывал. Просто не могу успокоиться. Вот. Умудрились до того, что абсолютно невежественные. Самые невежественные в стране – это у нас лунные календари и те, кто их пишет. Вот. После них идет коммунальная служба, самая невежественная. Садят, наверное, смерть деревьев, а потом молодыми же и выпиливают, пока они не упали нам на головы. Молодыми 10-15 лет выпиливают. Они за это время успевают внутри полностью сгнить. Не имею понятия о посадке. Вот. Потом идут. Извините, ребята, за что меня пнули с этой самой, с конференции. До сих пор на меня пальцем показывают. Хотя никто этого не знал, пока я сам не рассказал. Вот. Академики. Пять человек сидело в президиуме. Вот. За что? За то, что я сказал им. Прекратите учить людей. Прекратите. Ведь под многими этими статьями, роликами, вот. Кого там только нет, включая и людей со степенями. Ага. Удалось наконец-то присесть. Вот. Еще одна тема борьбы с вредителями деревьев. А на самом деле тема борьбы с деревьями. С плодовыми деревьями, с любимцами. Представляете, вот этот вот кусок. Вот. Доедают грибы. Вот. Это было когда-то абрикосом. Потом он гнил, гнил, гнил. Будучи посажен неправильно. И отгнил. Вот. А почему я вам показываю? Потому что он весь покрыт грибами. Хуже того. Грибы полностью сожрали у него сердцевину. Поэтому сейчас я могу спокойно, без усилий, взять его и переломить. Настолько она стала хрупким. Внутри все съедено. В данный момент с вами разговаривает. Так, я сам себе новую должность присвоил. Вот. Единственное на планете. Садовый. Садовый, подчеркиваю. Патолога, анатом. Вот. Если кто-то из родителей, на самом деле, людей неграмотных. Нет. Ой, как я не понимаю. Людей грамотных. Но есть такая грамота наоборот. Начитанных. Вот они бы вам сейчас сказали. Если бы это было до того, как ветка эта отвалилась, с, вот, чуть не сказал, сожранной грибами. Ее не грибы съели. Его угробили люди. А грибы едят уже мертвецчину. Так вот, этот вот человек, я вот найду. Постараюсь фотографию. Она взята из интернета. Вот так учат щеткой по металлу. Продирать это все. То есть, сдирать грибы. Мох. Старая. Старая-старую кору. Все это вредно, опасно и смертельно. Только люди, которые этим занимаются, они этого не знают. Деревья очень по натуре своей выносливая. И часто эти издевательства переносят. Ну, то, что жизнь корочная. Ну, откуда мы знаем. Вот, допустим, нам лекарство предлагают. Не только деревь, но и нам. Каждый, все программы, радио. Еду в машине, только и слышишь. Вот это у вас такая, вы оказывается смертельно больны. Но вы этого не знаете. Ну, вот выпейте вот это, проживете. Может быть, даже выпью меньше проживу, чем мог бы прожить. Но этого никто не знает. Мы наперед не заглядываем. И вот так получилось, что люди, не имея представления о грибах, о их роли, вот, в данном случае они санитары, а связь между живой и неживой материей, не зря их не относят ни к животному царству, ни к растительному царству. И вот эта вот связь, она настолько непонятна людям. Знаете, я когда-то прочитал у классика, как в одном фильме уже говорил, то ли у Пушкина, то ли у Лермонтова, у кого-то из них, кто-то был на Кавказе, человек наблюдательный взял, да и написал. А там еще есть, бегают цыганята, они ни разу в жизни не мылись. А если его отмыть, то он умирает. Вот. А тут включаю телевизор, а там, значит, на всю страну раскрученная ведущая, кандидат наук. Вот. Берет и учат мыть деревья. Мыть. А кто-то учит их драть вот так. А я говорю, что этого не смейте делать. Не смейте. Если бы те абрикосы, я вот сейчас парочку тоже вставлю в этот фильм. Так вот, если эти 100-летние начали бы драть вот это вот раньше, все, что вы видите на экране, это никогда бы. Она не дожили эти абрикосы до 100 лет. Это я вам говорю, железо. Патологоанатом. И вот вам это уже разрезать не буду, а перед этим я, когда погибшее дерево взял, его сосед на чурке разделил. Я взял у него чурку и уже сам лично сделал, когда у него деревья погибли, сам лично сделал распил. Вот она, видно, ой, не бензопила, а ножовка. И вот распил. И вот он внутри, как видите, гриб. Он там живет, он ест дерево, которое погубил мой сосед. Он много деревьев сгубил. Я благодаря ему несколько фильмов снял, даже с телевидением, то есть все без обмана. Вот дерево живое. В следующем фильме дерево с огромной раной, которое ему мешало. Вот я произношу его фразу. Константин, если ничего не понимает, с удовольствием, чем больше режешь, тем больше выражаешь. А вот пень. Все это я показывал, неудобно повторяться. Зато вы можете увидеть вот эти два в геофотографии. Я надеюсь, я еще не убрал с экрана. Мой помощник, монтажер фильма. Вот то, что внутри. Попробуйте, кого этой щеткой. Вот. Или когда, знаете, стоит десяток пузырьков. И вас учат, что их надо обязательно купить и мыть деревья. Боженьки мои. Никаких матерных слов не хватает. Вот. Еще раз говорю. обрастает. Мхом обрастает. Грибами. На то есть причина. Вы устраните причину вначале. А потом все остальное. Загущение. Сырость. Вот главные эти самые причины. Вот. Гниение корневой шейки. Заглубление саженца. Глиение это. Заглубление саженца. Заглубление кости. Потом начинается вот это вот гниение. Гниение.